Во имя Отца Синьи и Святаго Духа. Господь, когда воскрес, являлся Своим ученикам, апостолам, для того, чтобы их укрепить в вере, в свое воскресение, как бы настаивая на этом, и продолжая участвовать в их жизни, вот даже в таких материальных проявлениях, как ловля рыбы, и это было, и для него, как их учителя, воспитателя, было очень важно. И как впоследствии оказалось, и для всех нас, для апостолов тоже. Потому что, когда они утвердились в этой вере воскресения, то они смогли и проповедовать эту веру воскресения. сейчас, спустя 2000 лет, это все, несмотря на то, что мы каждое воскресенье собираемся в храмы, и поем воскресенье Христово, видевшее, тем не менее, постепенно, вот, это отношение наше именно к воскресению Христову, оно несколько померкло и свою актуальность потеряло. Не в силу того, что действительно стало меньше, важно, а в силу того, что наши вот мирские заботы, наша такая мерзкая ловля рыбы, имеется в виду все наши такие земные занятия, они как-то очень сильно теснят в нас жизнь духовную. А цель, конечно, в христианской жизни достичь такого положения, когда не духовная жизнь будет подспорьем, таким, ну, необходимым дополнением, что ли, или такой приправой, так сказать, вот, к обычной жизни, придающей какую-то такую, ну, некоторую необходимую остроту, что, детсказь, раз человек существует духовное, то и надо какое-то духовное плюс питание, какие-то такие духовные добавки в рацион. И, вот, к сожалению, то, что наше такое отношение к воскресению Христову, это есть следствие вот этого положения, которое называется обмерщение. То есть, вот, даже люди церковные, несмотря на их приверженность к церковной жизни, они настолько обмерщаются, что, вот, за деревьями обычной такой, мирской жизни, не видят леса жизни духовной. И вот, каким образом нам вот из этого положения нужно выходить? Вот, вдохновляясь, прежде всего, конечно, евангельским примером. Ну, вот, апостол Петр и являет такой пример. Вот он, рыбак, ловил рыбу, ничего не поймал. И вот, по слову Господню, очень много привалило рыбы в сети. Вот эту сеть едва ли не прорывающуюся собрали. но когда Господь был узнан Иоанном Богословом, который сказал, что вот это Господь, Петр вот о всей этой рыбе, о своем труде, даже о своей семье забыл и бросился в воду, чтобы хотя бы на несколько секунд предплыть пораньше. вот этот поступок как раз по-настоящему апостольский, ученический, потому что нет для нее дороже ничего, чем слово учителя. А уже потом второстепенно. Вот а мы, к сожалению, у нас другие, как правило, приоритеты. Прежде всего такие житейские. И если наша житейская никак не противоречит, с Евангелием, то тогда как-то все хорошо. А бывает, что и противоречит. И тогда, к сожалению, мы сами начинаем Евангелие теснить из нашей жизни для того, чтобы ищем какую-то лазейку. И вот очень часто к священникам люди приходят и говорят ну вот как быть? И очень часто даже вот по радио иногда звонят, спрашивают как быть? Вот такая-такая ситуация. И что человек хочет? Человек хочет не узнать вот волю Божию. Вот такая-такая-то воля Божия, а я ей подчинюсь. Нет, он не этого хочет узнать. Он хочет, чтобы священник угадал его желание и нашел бы ему способ как бы обойти Евангелие. Чтобы все так было законненько, все было по-книжному, все было канонично, но в то же время вот чтобы никоим образом не потерять своего интереса. и вот с таким вопросом человек часто а как же быть? Вот как же быть? А на самом деле очень часто, да не очень часто, а в силу того, что мы люди грешные, Евангелие вступает в прямое противоречие с нашей жизнью. и надо находить в себе силы и мужество, чтобы это противоречие решать не в сторону своего интереса, а в сторону Евангелия. Потому что такие задачки они ставятся нам жизнью не для того, чтобы мы изощряли свой книжно-фарисейский ум. Как бы нам половчей так вот устроиться, чтобы так сказать вот, ну как минимум на двух стульях усидеть, а как максимум все сделать так вот успокоив собственную совесть. Нужно это экзамены даются, попускаются Богом, чтобы мы поступали по вере. Причем конечно не тупоумно, потому что во что бы то ни стало, потому что часто бывает, что человек часто думает, а, о канон, я сейчас по канонам поступлю, и как бы все будет нормально. Или какой-нибудь пример, а вот Феодосий Печерский, так сказать, несмотря на то, что мамаша была против там, чтобы он в монастырь пошел, а он все-таки пошел и, так сказать, даже перестал там с ней общаться. И говорит, вот и я поступлю так же. Ну, во-первых, сейчас 21 век, а не 12-й, во-вторых, ты совсем не Феодосий, а живешь в Москве, а не в Печорах. Вот это обычно как-то человек не учитывает, примеривая на себя чужую рубашку. Вот, поэтому так в прямую в лоб такие задачи не решаются. Поэтому очень часто человек и сам не может решить. И вопрошает священника. Вот. Один не то сказал, второй не то до тех пор, пока человек не находит себе такого пастыря, который бы просто этим вопросом бы и не стал бы обременяться. Такого очень удобного. Который где-то далеко, с которым очень такое затрудненное общение, с которым ну такие мелочи в общем как-то жизненные там и решать не надо, надо все больше о духовном разговаривать, о святых отцах. И так вроде как бы и духовник есть, как законный, все, у нас там постоянно регулярная связь, а с другой стороны и обязанностей никаких, и как бы претензии. И можно творить свою родную волю. Незаметно для себя всю свою жизнь выстраивать так, что она полностью противоречит вообще всему строю церковной и духовной жизни, оставаясь целиком усыпимши собственную совесть. Вот такая как бы идеальная ситуация. Так бы она и была бы идеальная, как бы не злодейка смерть, да не страшный суд. Вот тут уж ничего не поделаешь. Вот все интересы после смерти земные придется оставить. И суд он выявляет как раз истину. потому что он нелицеприятный. Это встреча с самим Богом. И вот к сожалению та ситуация в которой мы часто оказываемся это плоды нашей собственной деятельности, наших собственных умозаключений и наше собственное верование. Оно радикально отличается от того, что называется православие. Потому что ну вот как если взять какой-нибудь рашпиль и с помощью него можно как бы любую форму придать тому вот что-то нашел на дороге. если это там какая-нибудь ветка можно из нее какой-то скульптуры сделать, если это металлическая болванка можно выточить нужную нам деталь. Так и мы к сожалению с нашей верой поступаем так же. Каждый подгоняет веру под свой собственный ответ который ему в данном случае выгоден. И выгоден не с духовной точки зрения, а с материальной временной. И все это в уме самому себе выдается там за православную веру. Ну а как себя успокоить? А успокоить с помощью регламентации своей жизни. Вот в храм хожу, в среду пятницу пощусь и там и так далее и так далее. И вроде так вот слава Богу все это правило читаю о храме там пекусь и прочее прочее прочее. Не чувствуя даже что Богу нужно от человека несколько другое. Поэтому бывает так что некий человек пребывает в смертном грехе ради ради которого этого греха полагается по уставу церковному его вообще отлучать от церкви. И причем человек постится допустим среду и пятницу. Плохо ли делать что он постится? Да это хорошо. Но в данном случае это совершенно не спасительно. Вот в чем это. Вот и к сожалению так бывает что многое внешнее за что мы цепляемся для нас бывает не спасительно. вот тот те слова которые Господь обращал к фарисеям горе вам это во многом относится ко всем нам. Поэтому это надо обязательно в себе увидеть. Увидеть. И по возможности пока еще какое-то времечко у каждого из нас есть нужно это постараться пересмотреть. потому что иначе никакой действительно евангельской жизни у нас не будет. А будет одно сплошное тошнотворное фарисество. И что хорошо было на первом этапе нашей церковной жизни когда мы только начинали душа горела восторгом и все мы так воспринимали в прямую когда призывающая благодать Божия сама соделала у нас то устроение которому мы стремились то теперь многие чувствуют что охладели мы и молиться у нас как-то не получается и тоска и уныние в нас бывает и так далее в чем причина причина только в одном реально в нехристианской жизни которая связана не обязательно с какими-то тяжелыми поступками а с самим образом мыслей вот сама жизнь в ее глубине именно такова потому что покаяться в переводе на русский язык это значит изменить ход своих мыслей потому что масса людей внешне очень благочестивых сегодня у меня даже с одной раба Божий там разговор такой зашел он говорит странно что это такие за люди которые стремятся к канонизации Ивана Грозного Распутина и как-то это еще связывает с семьей царя Николая Александровича что вроде бы одно без другого не бывает но действительно странное дело вроде бы перед нами сон мучеников которых еще долгие еще столетия пройдет прежде чем канонизация состоится потому что ну такое огромное число канонизовали всего тысячу человек это конечно микроскопическая часть зачем браться нам за человек который жил там в 16 веке и исторические факты свидетельствуют о том несмотря на многие его достоинства на его ум и так сказать прочее прочее но уж никак не может служить никому примером ни в чем и зачем же его ставить на свешник церковный потому что канонизация это все таки как-то призвание ко всему народу церковному вот смотрите и подражайте ну много в его жизни такого чему подражать то ну никак нельзя даже изба это бог почему же люди стремятся хотя им этим людям прекрасно известно что по этому поводу сказал патриарх что поэтому думают иерархия церковная а они как бы вне они считают что они лучше знают чем патриарх чем епископы чем священники они сами по себе вот мы достаточно образованные мы можем святых отцов читать мы даже может быть там и в подлиннике даже и так далее мы каноны знаем мы вот не нарушаем канонов а вы нарушаем и получается так что человек вроде бы верующий а живет вне церкви разве церковь может существовать вне иерархии никак а многие люди даже в Москве есть такой священник который хотел параллельную церковь вне иерархическую построить и собрал 1054 человека членов которые вполне разделяют его идеи ну им соответственно следующим образом воспитаны а священники ну это как бы сами по себе и массово к этому аргументов могут привести а что такое вот в 6 веке там монахи жили в монастырях без всякого священника священники придут литургии отслужат и уйдут они там сами по себе монашеская республика да все бывало и в 6 веке и в 8 и в 4 и в 3 но ты ты не Арсений Великий ты ты не Марк Эфесский это не Анзелло Тауст не Василий Великий не Григорий Богослов не Арсений Великий не Игнатия Бричинин ты кто такой возьми напиши автобиографию вечером а утром прочитай и посмотри на себя и тогда как то станет полегче потому что уже чужие грехи и прегрешения может не так остро будешь видеть когда посмотришь на самого себя тем более Иван Андреевич Крылов учил чем кумушу считать трудиться не лучше на себя обратиться много лучше обратиться на себя вот но в то же время вот такое желание обязательно жить по своим создать себе такую веру чтобы мне никто не мешал пребывать в собственной вере сам себе вот устроил некий такой ну если не биоценоз но какой-нибудь такой приотский заповедник чтобы там себе существовать так как я хочу а все остальное с болезненным трепетом отбрасывать то в результате получается что происходит восстание на одного на третьем на четвертую потом аж до апостола Павла а потом как вот в одном житии сказано ну а что там пресвятая Троица то есть безумие человека который одержим самостью оно простираться может до бесконечности даже до отрицания самого Бога вот а начинается все с удивительного создания собственной правоты раз вот это типичный фарисейский недуг сами рассуждали вот в чем мы правы в чем еще кто-то не прав вот пришел Бог у этого Бога то не так это не так это он так правильно делает а это вот он неправильно делает это сам Бог они судят самого Иисуса Христа рассудили что-то тут так что-то не так вот а во вторых определенный порядок вещей это мы же фарисеи тут все устроили ты-то чего откуда ты взялся откуда ты сбоку со стороны что-то пришел не он ли сын Иосифов и Марии что он тут нам голову морочит у нас все нормально мы как бы все знаем мы сами с усами что он тут со своими нашими учениями да он такой не глупый человек говорит все складно но у нас здесь свой такой фарисейско закнижный межсобойчик а тут он пришел и говорит я хлеб с шедой с небес это что сейчас за ним все пойдут нет лучше пусть один человек умрет чем весь народ будет в погибели но опять же с нашей точки зрения и предпочтительней сделать любую подлость вот действительно но не знали ли Анна и Каиафа и прочие что он вообще ни в чем не виноват ведь не дураки же были знали и Понтий Пилат знал и супруга его знала что абсолютно ни в чем не виноват в чем его ввиняли ну и что никакого потому что посигнул на самое святое что у них было на их власть их собственное устроение на их жизнь потому что они устроили ее себе сами они ею жили а он пришел и хотел это все возбудоражить изменить чтобы все было по-другому и другого пути нет либо признаться себе что правда он либо его уничтожить другого пути нет и вот так к сожалению всегда в жизни бывает либо человек покается либо он уничтожает то что ему правдой своей глаза колет другого пути не бывает и вот в силу того что фарисеи это не просто какая-то такая израильская древняя секта это просто такое явление нашей падшей человеческой природы нашей души просто тогда это очень остро и наглядно в свете божественном это все выявилось но на самом деле это все всем нам очень свойственно что мы к сожалению отстаивая собственные интересы готовы пойти не только на умалчивание чего-то а на самую злокозненную неприличную подлость и гадость вот это ужасно и конечно люди этого могут не знать не видеть потом кое-что выявится но самое отвратительное в этом что это видит Господь как жаль что мы этого часто не видим мы своими собственными интересами оправдываем самую возмутитую подлость вот и получается что наша собственная жизнь превращается просто в американскую политику которая сшита не белыми нитками а белыми канатами со стежками по полтора метра и толщиной в руку и все это видят и молчат а почему не охота денежки терять а если у кого что сгоряча бывает как-то не подумают что-то прорвется вот как у одной там госпожи министра в Германии так это все остальные тут закричали ой мы его выгоним сейчас из правительства она что-то сгоряча там не то сказала а что он так сказал что они хуже Гитлера ну понятно потому что по подлости по цинизму превзошли Гитлера гораздо надолго и намного вот но это и сказать нельзя а скажешь в денежках потеряешь и вот чтобы не потерять в денежках люди и молчат на любом уровне на любом стесняются сказать почему потому что невыгодно потому что боятся вот Христа убили потому что он не боялся не боялся он очень вежливо и деликатно говорил и даже сожалел говорил горе вам это говорил он с сожалением но горе это не им горе это нам поэтому каждый человек в зависимости от того положения который занимает от президента до почтальона каждый может свой масштаб подлости совершить и по отношению к ближним и по отношению к целым народам и так далее и так далее поэтому каждому каждому нужно обязательно вот именно свою эту подлость научиться различать и научиться ей внутри себя препятствовать научиться Бога стыдиться чтобы по возможности у нас этого не было что-то будет невольно конечно по привычке такое такое бывает потому что к сожалению мы действуем по страстям что-то возникло выжилал человек и там и сказал а потом как бы жалеет вот но это еще ничего а то бывает встречает с улыбкой и кланяется его без щечки целует а на самом деле ненавидит а ведь Бог-то это видит такую огромную разницу между выражением лица и состоянием сердца как же это ужасно то есть хуже этого и придумать ничего нельзя а к сожалению с нами так бывает поэтому нам есть во в чем в чем каяться нам есть в чем исправлять свою жизнь нам есть о чем задумываться потому что это с нами ежедневно ежечасно проявляется вот к сожалению это так и вот надо тоже об этом думать потому что это все совершенно вещь не как-то далеко от нас где-то в космосе находящаяся это и есть обычная наша жизнь так вот будем молить Бога чтобы Он помог нам исправиться очиститься и покаяться аминь так вот он как он не 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 он не Продолжение следует...